Домские коммунисты Левые до самого момента голосования по поправкам во втором чтении напирали на то, что так молниеносно законы не дорабатываются. Авторы парировали эти обвинения очень просто. Все в руках депутатов. Срок подачи поправок устанавливается решением, принимаемым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Мы сегодня предлагаем вам исключить отказаться от срока, что есть частный случай установления срока. И если большинство голосов это примет, то простите, это и есть решение в соответствии со 119 статьей. Давайте с вами примем вместо регламента инструкцию. В Третьей Государственной Думе Единая Россия, примкнувшая к ней, всегда правы. А если они не правы, пункт второй, читай пункт первый. Я просто смотрю и удивляюсь, как Крем руководит некоторыми фракциями, особенно великий комбинатор Сурков. И то, что он сегодня здесь, его в Думе нет, но он внимательно следит за происходящим процессом сегодня в Государственной Думе. И то, что сегодня идет давление на депутатов, я считаю, что вы должны здесь заявить, что вы снимаете эти поправки, не будете докладывать закон. Ну вы же прекрасно все понимаете. Вы же доктора и профессора и прочее. Что же вы не можете в трех поправках разобраться? Дайте вам справки, нет, дайте копии, мы не можем. Мы в таких условиях не работаем. У вас что, три класса образования? Вы опытнейшие люди. У вас такой там ценз, так сказать, бывший министр и премьера и так далее. Алексей Валентинович, вы же прекрасно знаете все. Вы же поведение. А вы начинаете поведение. И вы начинаете морочить всем нам голову поведение. Нет, не так, Гребенников сказал. Вот мы его подколем. Это политический вопрос. Вы тоже правили прошлый... Все, все. Слава Богу, время истекло. Представители левых фракций дискутировали сегодня больше всех. Центристы и правые всю тяжесть споров переложили на докладчик. И терпеливо ждали, когда дело дойдет до голосования. Я убежден, что правда на нашей стороне, и мы вновь наберем более 300 голосов. К началу дневного заседания треть членов Думы доверила проголосовать за поправку своим товарищам по фракциям. Коммунисты не упустили это из виду. Мне сейчас сказали, уже более 150 доверенностей есть. Это что за массовое бегство у нас из Думы? Что-то такое, извините, как по рекламе, говорят, диарея что ли, или я не пойму, что-то... Удобнее голосовать с черноморского курорта, да? Давайте отстанем друг от друга и будем тупо голосовать. Все все знают. Ну все все знают уже, все. Тем более голосований... Тем более голосований еще много будет. Давайте не будем обсуждать. Это казуистика выступления Котенкова, Гребенникова. Сколько можно этой всей ерундой занимать? Теряем время. Тем не менее, дискуссия вокруг поправок затянулась до конца дневного заседания. И уже перед самым перерывом 304 депутата проголосовали за принятие закона, запрещающего референдумы за год до выборов во втором чтении. Левые, не дожидаясь третьего чтения, начали готовиться к судам. Все результаты голосований, что в среду, что сейчас, я объявляю фальсифицированными. Доказания, вот все доверенности, которые находятся здесь, у меня копии, по крайней мере. Здесь на одного человека, вот Гальченко, к примеру, из Единства, более 20 доверенностей. Надо было бы просто посмотреть в зале, бегал ли Гальченко и нажимал 20 карточек или нет. Вероятно, чтобы не откладывать проблемы на будущую неделю и чтобы оставить коммунистам минимум времени для сбора подписей на референдум, с третьим чтением покончили тоже сегодня. За 40 минут до окончания заседания запроголосовали 302 депутата.